Сегодня снова новый день. Вчера получилось видео, опять прервалось на том, что я рассказывала про вакуумные насадки, да, и о том, что это могло стимулировать варикоз, о том, что мне отказались делать ноги, когда я прошла первый раз. Ну, в принципе, это... о том аспекте это всё. Сегодня у меня был третий день, как я ходила на этот массаж. У меня уже прошли синяки, я потом ещё по лицу покажу, сейчас хочу показать по телу, я надела под низ купальник, да, сейчас как раз покажу, немножко расскажу и покажу своё тело. Заодно будет, как и тело до, как я уже говорила, ноги мне отказались делать здесь, то есть мне делают живот, вот тут вот, то есть вот живот, это платье такое у меня полубеременное, все думают всё время, что я в нём беременная. То есть в расслабленном состоянии у меня, ну, вот так вот видно животик, очень интересно будет посмотреть, что будет после курса, да, то есть мне нужен... Мастер сказал, что мне надо 12 где-то процедур, то есть будет достаточно, больше мне нет смысла делать. Ну, вот посмотрим. Также сегодня уже на третьем, на третьей процедуре... Ой, упал дракоша. Сегодня на третьей процедуре она мне сказала, ну, посоветовала ещё обратиться к врачу по почкам, сказала, что обязательно нужно проверить почки, потому что есть какие-то проблемы, потому что у меня, в принципе, тут на всю часть воздействует одинаковая, а вот на почках равномерные синяки выявились. То есть, ну, заодно вот на видео я смогу посмотреть их, поэтому сейчас как раз и поверчусь. Также, кроме того, что вот я как раз пересматривала вчерашнее видео, где я свои впечатления рассказывала о массаже и говорила, такое чувство, что почки сейчас высохнут. Реально мне было вот в области почек очень больно, в области почек пошли синяки, и, ну, со слов специалиста, это говорит о том, что есть какие-то там застойные явления, и что почки обязательно нужно проверить, и что там, ну, что-то более-менее серьёзное, что, ну, что действительно требует уже сейчас обращения к врачу, не затягивая, не дожидаясь, пока оно полезет ещё в большие какие-то проблемы. Вот. Ну, кстати, схожу к врачу и потом расскажу вам о том, что мне сказал врач. Ну, конечно же, это будет, когда закончится курс массажа, потому что то, как я сейчас выгляжу, мне к врачам совершенно нельзя. Муж у меня был в шоке. И да, вот о мастере. Я, по-моему, этого не говорила, но когда она отказалась надеять ноги, она задавала кучу вопросов ещё. И знаете, вот её вопросы, ну, полуутверждающие были. То есть, допустим, у вас двое детей? Я говорю, да, там. У вас один плод был крупнее другого? Я говорю, да, там. Ну, то есть, вес вы начали набирать вот последнее время, там, ну, я вот реально последний, там, ну, 4 года назад я набрала за год 10 килограмм. То есть, раньше у меня было ровно 60, сейчас у меня ровно 70. И вот, то есть, я за год переключилась, и всё. И потом, ну, потом беременность 80, после беременности 57, и опять вернулась к 70. Здесь, после беременности 57, это было, у ребёнка была жуткая аллергия, я вообще почти ничего не ела, всё только исключительно ела несколько месяцев, говядину, овсянку, пару изюминок, мне можно бы всё больше, почти ничего не ела. И вот она, это говядине, овсянке 2 месяца, и гречку иногда, которую я не люблю, конечно, если бы я её любила, её бы можно было больше, но всё-таки ела больше овсянку. И вот, скинула до 57 за первые 2 месяца после рода, ну, с 80, минус плод, там такое всё. Поэтому, в общем, были такие скачки веса, тетовые растяжки, куча, ну, других проблем, но, к сожалению, не все проблемы я могу решить, да, и поэтому, то есть, на фигуре, да, там, на ногах, на бёдрах это всё видно, и, к сожалению, вот как раз из-за варикоза я не могу ничего с этим на данной мотопе сделать. Не знаю, буду пробовать супернародные методы, которые излечивают 100%, возможно, я всё вылечу и смогу делать такой массаж. Ну, не знаю, посмотрим, что будет в будущем, мы не знаем. Поэтому мастер мне понравилось, то есть, она мне задавала столько, очень много, вот, то я пример привела, она мне задала очень много вопросов, все вопросы были полуутверждающие и практически всегда попадали в цель. Скажу вам честно, так как я немножко эзотерик, как сейчас модно, да, то есть, все эти энергии, питание праны, и я у неё потом спросила, говорю, а вы мне скажите, то есть, это вы, вот, то, что вы мне рассказывали обо мне, как и есть, это вы видели по моему телу, вот, настолько это всё, вот, как специализм, или у вас какие-то экстрасенсорные способности. Она засмеялась и говорит, нет, это, это я всё вижу по вашей коже. То есть, ну, я очень впечатлилась, то есть, таким опытом, то есть, и отсюда у меня, конечно же, есть определённый уровень доверия к тому, что она советует пойти проверить почки и говорит, вот, у вас то наблюдается, то наблюдается, и нету страха за то, что у меня вот это вот, пошли синяки в области почек, и мне нужно сейчас всё прекратить. Я, конечно, не уверена, правильно это или неправильно, может, ещё погуглю, но на данном этапе, то есть, вот, то, что она продемонстрирует, что она рассказала обо мне по состоянию кожи, ну, говорит, это, и я всё-таки считаю, что это говорит об её опыте, и ей можно доверять в этом вопросе, что у меня ничего критического на данный момент не происходит, что это норма, и чистка, и разгон лимфы, вот это вот, он именно такой, в таком порядке, также она сказала, что могут пойти высыпания, так как сейчас начинает организм чиститься, у меня, кстати, вот тут вот один прыщик уже полез. Да, ещё она мне дала один совет, у меня от солнца бывают пятна, да, ну, я не знаю, тут видно, не видно, вот тут у меня пятно такое коричневое, как будто скопление веснушек, и она сказала, что от таких пятен, если мазать, ну, дней 40, рациновой алией, касторкой, касторовым маслом, они уходят. Ну, не знаю, меня это так впечатлило, хочу попить, хочу попробовать, и, наверное, сниму пятнышко. И вот помажу месяц, и посмотрим, что будет через месяц всё-таки. Это у нас серия «Хочу быть красивой», поэтому пробуем устранить такие пятна, потому что у меня такие пятна уже пошли по лицу, именно над губой, и иногда кажется, что губа грязная, но на самом деле это немножко неровный контур. Как раз-таки вот появляются вот эти вот пятна вокруг. Вот. Ну, это, в принципе, всё. Впечатления, как я уже писала, жуткие. Первый раз были жуткие, второй раз тоже жуткие. После второго раза я заметила синяк у себя на виске, на шее. Сейчас я, может, крупнее покажу. И муж сказал, «О, Боже, Наташа, кто тебя побил?» Ну, в общем-то, впечатление всё такое. Сегодня утром я жутко не хотела ехать. У меня начали чесаться ноги ещё, они прямо легко зачешутся и болят. То есть, если раньше у меня это было вечером, теперь у меня это утром случилось. Ну, короче, я долго сомневалась, я долго саботировала это всё. В итоге я опоздала почти на полчаса, она меня поругала за то, что я опоздала, что я не это, как она, господи, безответственная. Вот. Я поизвинялась. Ну, в общем-то, я поехала, да, и сегодня она мне чуть другой насадочкой делала, потому что у меня реально большие синяки. То сегодня вообще практически не было дискомфорта. Ну, на животе был дискомфорт, да, на животе был. На спине дискомфорта почти не было, несмотря на все мои ужасные синяки. При том, что она говорит, что сила воздействия осталась та же, она просто взяла чуть-чуть меньше насадку. До этого она где-то такой работала, а сегодня она работала вот такой вот. То есть, меньше площадь захватывалась, и, ну, не так это критически ощущалось для моей кожи. Да. Сейчас приготовьтесь, уберите от экранов, если вдруг они тут случайно оказались, детей. Да, потому что это зрелище не для сломодерных, и вызывает вопрос, зачем за это платить деньги. Да, вот. Вот так вот мы сейчас разоблачаемся. Остаемся. Ой, боже, дитё меня прибьёт. Отбила кусок у петуха. Чё этого? У дракончика. Эх, на счастье. В общем-то, да, вот так вот выглядит мой живот. Вот, вот эти синяки, некоторые начали желтеть, они были синие, да. То есть, вот тут везде мне больно дотрагиваться. На самом деле, оно, наверное, слегка всё жёлтое. То есть, ну, вот так вот он выглядит, да, в профиль. Вот тут вот у меня есть вот такие вот складочки, которые меня кумарят. Ну, посмотрим, уйдут ли они сами по себе без моего воздействия. Какого? Ну, точнее, от массажа. На данный момент я не сижу на диете. Единственное, что я стараюсь пить достаточное количество воды. Теперь... Ой, прыщик полез, вот как она говорила. Не знаю, прыщик какой-то вылез. То есть, вот, то есть, да, наверное, организм таки чистится. Вот, и теперь мои почки. Не знаю, насколько ужасно. Сейчас я потом тоже посмотрю, но не знаю, на спине что там есть, что-то или нет. Но, в общем-то, как-то вот так вот я сейчас выгляжу. Спина, да, спина, вот живот, то есть, прорабатывается. Ну, у меня вот эта зона, в том числе, кстати, прорабатывается. Вот, висит вот тут вот, да, у меня. Стандартно, как у человека, который не отжимается по утрам. И не умеет подтягиваться. То есть, стандартный вот этот виз. Посмотрим, руки тоже у меня, она вот тут вот прорабатывает. Вот, поэтому, и синячок есть один. Поэтому очень интересно посмотреть, уйдёт что-то или нет. Тут есть синячок, и вот я думаю, она ли вот тут вот прорабатывает. Тут я так задумалась, есть или нету проработки. Ну, синяк здесь есть, а вот тут вот как-то мне непонятно. Есть, тут проработка нету, синяки. Короче, не знаю, тут оно не так болит. Возможно, немножко не захватывает. В общем, не знаю, как оно идёт. Но посмотрим мы на живот, в первую очередь, конечно же, и на спин. Ну, и лицо сейчас посмотрим более детально. Итак, я сняла тело, да. Теперь вот хотела лицо, но я так рассматриваю. То есть, зеркало у меня вот тут вот был небольшой синяк. Больше я так не находила по лицу каких-то. Ну, у меня, в принципе, вот, кстати, над губой, вот, немножко под определенным углом видно вот затемнение. А это как раз-таки вот от солнца оно у меня проявляется. Вот, и мне сказали попробовать рациновую олею для того, чтобы кожа стала более светлой. Вот. Поэтому, ну, и больше я так ничего не наблюдаю. Единственное, что вот, да. Младшая у меня дрябла. Ну, второй подбородок у меня видно на всех видео конкретно. Очень интересно вот, что будет. И, кстати, по ощущениям, если тело это капец просто, то лицо я вообще, я просто кайфую. Я лежу себе на расслабухе, и оно так слегка там щекотит, присматривает. Ну, там маленькие насадочки такие. И лицо мне очень нравится. Но при этом вот я удивилась вчера, увидев тут синяк. Хотя на лице мне никогда не было больно. И вот на шее вот такое вот непонятно что тоже вот есть. И кожа, видите, такая. Ну, немножко уже как подстарческая. Явно я помню себя молодой, и у меня была не такая кожа. То вот сейчас я обращаю внимание, что, ну, дряблость появляется. Вот. Посмотрим, что сделает массаж. То есть на данном этапе я ничем не мажу. Ну, возможно, бы и стоило для усиления эффекта. Но мне ничего не говорили, и я ничего не делаю, соответственно. Посмотрим потом. Хотя у меня есть гуалуроновая, да, или как она там правильно называется. Я её купила, начиталась про эту кислоту, которая якобы там всё как раз супер-пупер увлажняет. То, в принципе, после массажа посмотрим, как оно изменится. И я попробую этим средством увлажнить лицо и шею. Посмотрим, кстати. Вот мне интересно, если неделю мазать и записать видео до и после, то есть будет результат или не будет. Очень-очень интересно. Но это пока оставим на будущее. У меня задумок очень много. Сколько чего снять, сколько мне интересно сравнить до и после и сделать и то, и то, и то, и то. Поснимать. Ну, то есть не всегда есть время, не всегда есть возможности. Но будем стремиться, стараться. Да, и я думаю, что вот... Ну, я болтаю, вот сейчас солью это видео, опубликую. И дня через четыре, да, наверное, когда пойдут маски, сейчас типа организм чистится. Ну, либо если будут какие-то изменения, в принципе, впечатления от каждого раза. То есть, да, сегодня был третий раз. Третий раз был самым щадящим. Немножко на животе мне было больно. Так я прям немножко вот тут вверху, в принципе. Ну, вот я сейчас пересмотрела видео с телом. Конечно, спина у меня капец, я в шоке. Не для слабонервных называется. Да. И, кстати, смотря эти видео, я немножко сама для себя понимаю, пересматривая, понимаю, что у меня какие-то есть то ли проблемы, то ли привычка, что я как-то по странному кривлю лицо. То есть, я этого раньше не замечала, не понимала. И сейчас как-то, ну, это для меня открытие. И с этим я тоже буду что-то делать. Всё. Всем пока. До встречи в следующих видео, где, я надеюсь, буду уже без синяков. Да, я на себя смотрела. Я прощалась сама с собой. Теперь я прощаюсь с вами. Пока-пока. И снова здравствуйте. Да, я думала, что на моих синяках закончится видео, но решила всё-таки ещё одно добавить, потому что на следующий день я поехала на массаж. Она посмотрела, сказала, что у меня достаточно сильные синяки и предложила два дня сделать перерыв. Поэтому, да, сейчас у меня перерыв. Я отдыхаю без синяков, без ничего. Вот выехала в лесочек. Тут у меня всё прекрасно. Наслаждаюсь тишиной, покоем. Иногда какие-то звуки такие весёлые. Ка-ка-ка. Тут вороны, наверное, летают. Ну, где-то вдалеке шумят машины. Очень клёво, очень прикольно. Конечно, жарковато. Хотелось бы чуть больше прохлады и влаги напитаться. Что-то непонятное у меня там лежит. Я надеюсь, это мусор, а не убитый голубь. Потому что всегда придётся искать другое место для наслаждения. Сейчас придётся идти проверять. Ну, в общем-то, у меня перерыв. Сделали мне тогда же, сделала она, получается, на четвёртый сеанс. Сделала мне согревающую маску. Ой, какая это согревающая маска. Это вообще. Она так приятно пахла. Мне так понравилось. Вон понтали у меня эта плёночка. А потом она как начала всё печь. И причём печёт не сверху именно, да, там, что кажется, сейчас уберу и всё. А прям изнутри распирает. Меня в жар кидает. День ещё достаточно жаркий. Я просто такая вареная была, что с трудом потом дождалась, там, через час надо было смывать. Я с трудом дождалась. И то не смывать, нужно было снять. И она просила, говорит, вы оботрите. Ну, если можно, то не смывайте, подержите ещё. И, в принципе, я обтёрла. Когда я только сняла маску, плёнку, мне сразу стало легче, уже не так жарко. Всё, обтёрла, думала нормально. Потом через время меня опять в жар кинуло. Ну, в общем, не знаю, наверное, возможно, это перцовое. Может, ещё что-то там добавляется. Я особо не вникала. Потому что я не химик. Ну, в общем-то, так. Поэтому теперь масочки пошли. И говорят, что основное похудадение... Кстати, я замерила талию. Талия у меня, по-моему, на один сантиметр больше. Я точно не помню, какая она была. Но мне показалось, что на один сантиметр больше. Вот, что-то, ну, уже через недельку уже всё-таки померяю окончательно. Да, уже будет, я думаю, уже через неделю будет конец курса. Только это 4, плюс неделя, там, 7. Но она говорила, что где-то 12 мне надо будет. Может быть, 10, не знаю, как получится. И думаю, я думаю, что через неделю уже можно будет судить о результате. О том, как это всё на меня повлияло. Ну, не знаю, вот я смотрю на свой... На видео сейчас, да, по лицу вот второй подбородок должен уходить. Ну, пока что я признака в том, что он уходит. Особенно если я вот так вот сделаю. Как-нибудь увидел одно из моих видео и говорит, ой, ты так прикольно подбородок не успелаешь. Он говорит, ну, я ничего не делаю. Он у меня такой и есть. Она говорит, да нет у тебя такого. Я говорю, это ты просто... Когда я на тебя смотрю, то я смотрю вот снизу вверх. Он у меня, выше меня. Я на тебя смотрю снизу вверх, и ты не видишь у меня второго подбородка. На самом деле, если вот камера на уровне моего лица, да, то есть то второй подбородок, или если не дай бог вот так, то вот, пожалуйста, второй подбородок во всей красе. есть, и, ну, я ж не буду вот так вот отходить. Да. Поэтому приходится что-то делать с ним. Ну, не знаю, может быть, надо ещё петь вот эти песни, как вот эти, да. Ой, вот такая шея, прикольно. Становится. Да, может быть, на какие-то такие упражнения начинать делать, ну, не знаю. Может быть, и начну. Ну, в общем, пока вот так вот. То я решила, раз пока перерыв, то добавлю вот это ещё видео, а потом уже будет про все остальные масочки, рассказики, ну, и синяков, я думаю, уже сходить, уже не будет. Ну, если будут, то расскажу и покажу. Всем пока-пока.